Всем привет! Я думала, что в последнее время меня достаточно сложно вывести из равновесия, но тем не менее это случилось. Поэтому сегодня будет разговор на такую достаточно тяжелую для меня тему, но важную. Субтитры создавал DimaTorzok И несмотря на то, что я полностью придерживаюсь такой же точки зрения, как и он, но я прекрасно понимаю, насколько тяжело донести эту мысль до массового слушателя. Потому что зачастую люди просто говорят о том, что это вкусовщина и всё. И никаких объективных оценок в категории музыка быть не может. И я людей абсолютно не виню в этой точке зрения. Я прекрасно понимаю, что эта точка зрения может быть обусловлена многими причинами. Например, тем, что люди, большинство людей, например, некомпетентны в этом вопросе. Это раз. Они могут просто банально не слышать нормальную музыку с самого детства. Они могут слышать только то, что у нас массово преподносится. Плюс современные блогеры, современные музыканты, всякие псевдомузыканты, они активно проталкивают позицию, что музыкой можно заниматься вообще не обладая никакими знаниями, никакими умениями. И абсолютно это доступно каждому. Это очень легко и просто. И это можно назвать музыкой. Но я хочу поговорить именно о музыкантах. И, в частности, я буду говорить о барабанщиках. Но, как мне кажется, вот этот дилетантизм такой повсеместный, это такой бич нашего времени, это такой характерный признак нашего времени, как мне кажется. Потому что даже на каком-то банальном бытовом уровне очень сложно найти специалистов в своей области. Вот недавно мы там искали людей, которые могут, например, ремонт сделать качественно. Просто я буду говорить через призму того, в чем, естественно, разбираюсь, чем я занимаюсь и в чем я совершенствую. Я и раньше обращала внимание на то, что многие, например, барабанщики, которые обладают очень высоким уровнем техническим игры, но, тем не менее, когда они преподают, они такой высокий уровень не требуют как бы. И несмотря на то, что мне эта позиция абсолютно не близка, я понимаю, чем она хотя бы обусловлена. Я понимаю, что она обусловлена тем, что большинство людей, которые приходят поучиться играть на барабанах, они все-таки хотят заниматься этим на любительском уровне. Соответственно, зачем, в общем-то, требовать много, зачем сильно нагружать, потому что вроде как человек тогда быстрее потеряет интерес. А на любительском уровне планочка пониже, и можно как бы заниматься этим просто в свое удовольствие. В последнее время я стала все чаще замечать, что музыканты, которые ни от кого не зависят в плане своей работы, например, те, кто делают контент для Ютуба, кавера в частности, они выпускают низкого качества продукт. И единственным критерием, как мне кажется, они для себя видят одобрение как бы массового слушателя, массового зрителя. И у таких барабанщиков есть достаточно много подписчиков, но для меня вот такие музыканты, знаете, это как попы продажные, которые своим поведением просто искажают, в принципе, представление в частности о профессии музыканта и барабанщика, и в целом об искусстве. И мы живем с вами в век огромного технического прогресса и в век доступа просто к неисчерпаемому какому-то количеству информации. И знаете, когда я вижу вот эти вот забитые барабаны на Ютубе, на каверах, то есть я понимаю, что люди, вот этот весь технический арсенал, все технические средства, которые появились сейчас, они используются для того, чтобы просто людей обмануть. Ну, потому что по-другому это не скажешь. То есть да, сейчас технических средств больше. То есть 15 лет назад, когда такие кавера, например, выпускали, как правило, было слышно, но особенно музыканту, было очень хорошо слышно, что барабаны не живые. Сейчас вроде как это все имитируется еще лучше, но тем не менее это прям обман. И мне удивительно, что зачем вообще в принципе это делать, если сейчас у каждого абсолютно есть возможность записать себя, смонтировать себя там и так далее. А здесь мы просто видим глобальный обман, мы видим просто имитацию игры, имитацию деятельности какой-то. И по сути, вот вдумайтесь, это то же самое, что играть концерты под фанеру. Абсолютно то же самое. И вот недавно я зашла на один известный барабанный портал обучающий, который я очень много всегда смотрю, и в котором очень много действительно стоящего контента и обучающего. И я туда захожу, чтобы посмотреть идеи и для себя, и для учеников. В общем, это прям было для меня авторитетом. И я захожу туда, и в одном из последних видео я вижу, что барабанщик показывает одну технику игры, и у него там на протяжении длительного времени достаточно, то есть это не какой-то единичный там косяк или какая-то лажа, которая, ну ладно, с кем не бывает, у него не попадают просто руки в ноги очень сильно. И очень сильно плывет там динамик и все это. То есть я прям слушаю, я понимаю, что ну как так? То есть для меня это вот просто, не знаю, как ножом в сердце, потому что, ну, эти люди были для меня авторитетом. Мне казалось, что если они завоевали уже авторитет, если они взяли какую-то планку, то нужно ее держать. А получается, что все с точностью наоборот. Они завоевали свой авторитет, а дальше уже спрос себя и спрос с них уже меньше получается. И можно вот делать таким образом поступать. Это для меня просто на самом деле вот было, не знаю, огромное расстройство, честно. Мне кажется, знаете, это обусловлено тем, что, к сожалению, в наше время все абсолютно как бы делается на продажу. А на продажу это не всегда значит, что нужно сделать что-то супер качественное и выделиться именно чем-то хорошим и чем-то достойным. И я вижу, что вот как раз-таки люди идут на вот этот, музыканты идут на этот компромисс, типа сделать, занять какую-то нишу минимальную, в которой хотя бы на какое-то время они вот смогут удержаться и что-то там продавать, но при этом не затратить много усилий. То есть как какая-то такая, знаете, сделка такая с дьяволом, по большому счету. Самое обидное, знаете, что за все то время, которое я занимаюсь музыкой, я занимаюсь музыкой всю свою сознательную жизнь, я встречала просто величайших профессионалов своего дела во всех областях музыки. Это и преподаватели, и исполнители, и там звукорежиссеры. И это люди, которые не на виду, о которых вы, возможно, никогда не услышите, но они работают целыми днями, они просто пашут. Они совершенствуются, они развиваются, они как раз-таки имеют какую-то высокую планку для себя, независимо от того, знают об этом окружающие люди или не знают. И они имеют огромный опыт и просто огромный плац знаний. Напишите мне в комментариях свою точку зрения на этот счет и то, как вы к этому относитесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!